Центр города, автоматные очереди, пятеро раненых, двое погибших. Оба ранее участвовали в АТО. Накануне вечером кровавой перестрелкой завершилась встреча бизнесмена в Днепре. После неудачной попытки договориться, в ход пошло оружие. Из-за чего произошел конфликт. Все версии собирала Елена Миндалюк. Проспект Гагарина, центр города. Оживленный район. Около 8 часов вечера здесь прозвучали выстрелы. Это видео сняли жители одного из домов из окна своей квартиры. Слышны автоматные очереди. Через несколько секунд на землю падает человек. Как выяснится позже, в одном из летних кафе проходила встреча двух бизнесменов. Очевидцы говорят, мирном переговоры шли недолго. Сначала были какие-то звуки, как будто бились бутылки или стекло или что-то такое. И потом начались выстрелы очередя именно серьезные. В результате перестрелки погибли двое бойцов АТО. Они пришли на встречу в качестве группы поддержки с Эдуардом Саакианом. Это известный Днепри адвокат, участник АТО. Самого его ранили. Журналистам о том, что стало причиной вооруженного конфликта, рассказал немного. В кафе был с братом Эдуардом, который владеет строительным бизнесом. И приехал решать финансовые вопросы с компаньоном. Кто он, на камеру не говорит. Но в протоколе, составленном полицейскими, фигурирует имя гражданина Израиля Шалома Нахшона. Ну, езжали на брата моего. Якобы, что кому-то там должен денег. На самом деле, он не должен их. Мы приехали с бумагами разобраться, что вот все бумаги, никому денег не должны. Потом подвалило... Впервые был их один или два человека. Потом подвалила резкая толпа. И у одного подпортный я увидел автомат, что у него подпортный. Четверо нападавших ранены. Они в больнице. Их личности уже установлены. Как сообщили правоохранители, один из них уроженец в Донецкой области. Другой не является гражданином Украины. Еще двое местные жители. Все ранее судимы. Еще трех участников конфликта ищут. Это люди, связанные с своим способом жизни. Раньше, некоторые из них тоже разом скрывали злочины. Пообщаться с этими людьми не удалось. Они отказались от интервью. Непонятно пока и кто первым открыл огонь. Известно только, что Саакян стрелял из карабина в вулкан. Оружие зарегистрировано. Подтвердили полиция. Другие участники перестрелки были вооружены автоматом и пистолетами. Мы имеем автомат Калашникова, имеем пистолеты и другое оружие, которое сейчас будет исследовано. Его история, возможно, использование в других преступлениях. Следствие рассматривает только одну версию конфликта финансовую. Друзья пострадавших выдвигают свою. Те люди, которые стреляли, они видели и хорошо понимали, в кого стреляют. Погрозы от этих же людей надходили Саакяну, родине Саакяна, уже некоторый час. Уже некоторый час надходили. В соответствии, была заявка до Шевченского райотдела полиции. Насколько я тоже знаю, никакой реакции на эту заявку, на эти погрозы не было. Хотя и потерпевший, и нападающий в многом сейчас умалчивает подробностям, из собственных источников стало известно, о чем шла речь на встрече, которая закончилась перестрелкой. Брат Саакяна с еще одним бизнесменом построили многоквартирный дом. Последнюю квартиру продали в мае этого года, после чего компаньон Саакяна заявил, что партнер остался должен ему 119 тысяч долларов. Есть еще один момент в этой истории. Вопрос о легализации оружия. Например, министр юстиции считает, что это должно стать темой широкого обсуждения в обществе. С другой стороны, на улицах сейчас слишком много тех, кто вооружен и начинает по любому поводу. А защищаться в такой криминогенной ситуации каждый вынужден, как может. Елена Миналюк, Евгений Краднецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.